Приветствую всех, кто звонил ко мне на канал, снимаю видео о пустых баночках за июнь и июль месяц 24 года. Как всегда, начинаю со средств для волос. Мои мужчины закончили шампунь Head & Shoulders Man Ultra Old Spice с экстрактом сандалового дерева. Как всегда, это была густая, плотная крем-гелевая текстура с зеленовато-голубым оттенком и с ярким, глубоким древесным ароматом. Шампунь хорошо распенивался, был экономным в расходе, хорошо промывал волосы. Волосы упругие, рассыпчатые, хорошо сохраняли чистоту, никаких рецидивов перхоти, к которым склонны мои мужчины. Ну и также на них сохранялся вот этот приятный аромат древесины. Все прошло замечательно с Head & Shoulders, впрочем, как всегда. Ну и не устаю повторять, что это любимая марка моих мужчин наравне с кле. Следующий шампунь, точнее сказать, это средство два в одном, подходит как для волос, так и для тела. Натура Сиберика тоже, кстати, довольно-таки симпатичная вот эта мужская линейка. Многое было опробовано. Итак, это шампунь-энергетик «Ярость тигра» для волос и тела на диких травах. Содержит органический золотой корень, дикий женьшень, уссурийский девесил, тигровую траву и 100% витамина С. Друзья, 150 мл, это объем флакончика, очень удобный, чтобы взять с собой, например, в поездку, либо же в бассейн. Собственно, мы взяли его в путешествие на море. Что касается текстуры, гелевая прозрачная, насколько я помню, бесцветная, не скажу, что прям очень жидкая, но и не густая, и имеет яркий, насыщенный, действительно энергичный травный аромат. Муж использовал на море и как шампунь, и как гель для душа. Для волос все замечательно, хорошо распенивался, хорошо волосы промывал, имел бодрящий эффект. Ну и, собственно, как гель для душа мужу очень даже понравился. Единственное, он у меня такой экономист, вот прям по капельке, по капельке использовал, так что за две недели у него ушло всего полфлакона. В общем, я привезла его назад, и дома уже быстренько, не знаю, в два, может быть, в три захода сын использовал именно как шампунь. У сына тоже все было замечательно, никаких рецидивов перхоти, прекрасно очищал волосы. В общем, все довольны, и, пользуясь случаем, хочется передать слова благодарности Юленьке, канал Юлия Лав Бьюти, так как она вот буквально, может быть, за неделю или за две до поездки прислала моим мужчинам данное средство в подарок. В общем, от моих мужчин только слова благодарности, Юль прям подарок оказался очень к месту, потому что как раз искала вот такое средство, два в одном, и в небольшом формате в моих запасах ничего подобного не нашлось. Ну, а теперь, скажем так, наши дамские штучки. Я, конечно же, имею в виду то, что мы использовали совместно с дочкой, ну, где-то даже только я. Начну, пожалуй, с шампуня Шаума от Шварцкоп серии Энергия природы. Смузи-шампунь питания и восстановления для сухих и тусклых волос. Содержит ягоды осаи, миндальное молочко и овсяные хлопья. Очень густая крем-гелевая жемчужная текстура с приятным фиолетовым оттенком. Он, конечно, на мой взгляд, подзагустел в процессе хранения, но это никоим образом на его свойствах не отразилось. Да, густой он настолько, что до конца выбрать его я так и не смогла. И переворачивала, и трясла, и водой разводила. И вот, видите, все равно энное количество средств набежало. Очень приятный аромат, чувствуется кислинка ягод осаи, чувствуется сливочность миндального молочка. Все это хорошо раскрывается при контакте с влажным волосом. Хорошо распенивается, расход средний, хорошо промывает волосы, достаточно деликатно, не спутывает, не пересушивает. В случае с волосами дочери, она могла даже дополнительно не использовать бальзам или маску. Мои волосы обесцвечены предварительно. Конечно же, требовали дополнительного ухода. Но я всегда говорю про шаму. Это очень хорошая рабочая лошадка. Основная задача которой очищать нашу прикорневую зону, убирать вот эти все загрязнения. При этом делать это, не травмируя волосы. И с этой задачей данный шампунь прекрасно справляется. За это его и люблю. Ну и плюсом, еще бонусом ароматическая история. Да, она здесь замечательная. Пройдемся по масочкам, которые я использовала с шампунями, у которых не было пары. Ну, например, Витас Нейчерлс. Маска уход и защита с крапивой и яблоком. Подходит для всех типов волос. Делает у нас ее АО Аромат. Республика Татарстан, город Казань. Очень густая крем-гелевая жемчужная текстура. В аромате чувствуются зеленые яблочки. И еще такая зеленая травность. Ну, видимо, крапива. Волосы обволакивает хорошо. Ну, а дальше, а дальше ничего не происходит. Потому что, когда мы маску смываем, такое ощущение, что мы, собственно, ничего и не использовали. Не подпитывает особо, не разглаживает, не делает волосы более послушными. В общем, даже на волосах дочери она не работала. Что уж говорить про мои. Поэтому, да, я ее не поняла и не приняла. Поэтому и не советую. Следующая маска от Гринье. Серия Ботаник Терапи. Маска молочко, укрепляющая с касторным маслом. Это действительно молочко. Оно очень жидкое. В аромате присутствует касторовое масло. И когда мы наносим его на волосы, она их не обволакивает, а как будто волосы это молочко затягивают. Такое ощущение, что ты вообще ничего не наносила. Но, когда ты ее смываешь, то очень хорошо ощущаешь эффект. И распутывает, и разглаживает, и еще немного подпитывает. В общем, очень довольна. Не первый раз я подобное средство использую. Но, к сожалению, Ботаник Терапи от Гринье все. Уже не выпускается, не продается. Поэтому прощаемся. Маски одноразовые. Love Nature. Питательная маска с маслом авокадо от Ariflame. В этой сашетке 30 мл. Если у вас волосы короткие, либо же не очень густые, по идее, можно растянуть на 2 раза. Мне хватает исключительно на 1. Маска средняя по консистенции. Она не баттерная, но в то же время и не такая жидкая, как предыдущая. Волосы обволакивает хорошо. Имеет нежную зеленую отдушку. Если говорить про ароматы в этой линейке Love Nature, то из всего, что я пробовала, мне очень понравился банан и тропическое. Там прям ароматы пушка. Они яркие, насыщенные, заполняют все вокруг. И не просто дома, в маленькой ванной, а в общественной душевой. Потому что я люблю подобные маски брать с собой в бассейн. И помимо всего прочего, эти отдушки еще очень хорошо остаются на волосах. Здесь нет. Здесь она такая максимально приглушенная. Работает практически идеально. Распутывает, разглаживает. Даже если изначально был не очень удачный шампунь, который подсушил и спутал, она все эти погрешности уберет. Удобно, повторюсь, в бассейне. Потому что я не люблю в раздевалке стоять долго перед зеркалом, вытягивать щеткой, как я это делаю дома. А просто беру обычную расческу, фен, и все проходит максимально быстро и гладко. Зато и люблю. Вообще взяла бы в большом объеме, например, в тубе или в баночке. Но, к сожалению, Арифлэй выпускает их только в таком формате. Поэтому периодически подзаказываю пак. Следующая маска корейская, Инна. Когда-то эта фирма была хорошо представлена в гипермаркетах Лента. Почему была? По-моему, и сейчас она продается. Раньше был максимально широкий ассортимент, каких только не было средств. Потом они начали его сужать и скидывать хорошо цены именно на этого производителя. В общем, в конечном итоге мне эта маска обошлась то ли в 59, то ли в 79 рублей. Ну, очень дешево. Итак, это восстанавливающая маска с камелией и медом. Представляет из себя фольгированную шапочку. Очень большую. Прям на любой объем головы пойдет. Также здесь есть липкая лента для фиксации, чтобы наша шапочка никуда не убегала. Внутри шапочки была очень плотная баторная маска с приятным цветочным ароматом. Но также присутствовали и медовые нотки. Итак, вымыли голову, чуть подсушили волосы и надеваем шапочку. Прежде чем затягивать ленту, необходимо хорошенько промассировать. Потому что маска плотная настолько, что требуется дополнительные усилия, чтобы она подтаяла и равномерно распределилась. Дальше затягиваем ленту и оставляем. Ну, здесь указано на 10-15 минут. Я оставляла минут на 40. Дальше шапочку снимаем, промываем и наблюдаем просто замечательный эффект. Волосы подпитаны, волосы увлажнены, они распутаны, разглажены, прекрасно укладываются, хорошо держат форму. Если бы я знала, что она настолько хороша, то прикупила бы несколько масок про запас. Потому что за такие деньги эффект просто подарок. Ну и если встретите по хорошей цене, берите. Она замечательная. Маски тонирующие. Ну, это не маска, это бальзам. Да, оттеночный бальзам от Сьос Color Glow. Оттенок коралловое золото. Кремовая текстура. Сейчас я вам покажу цвет. Такой вот розовато-рыжий. Пахнет краской. Хорошо обволакивает волос. Подходит он для максимально таких осветленных волос. Например, на светло-русых такой бальзамчик работать не будет вообще. В конечном итоге дает блондированным волосам розовато-жемчужный оттенок, который смывается где-то в течение полторы недели. Если говорить про работу именно как бальзама, то здесь бы я поставила четверочку. Потому что, например, не идет ни в какое сравнение со следующими средствами, которые я покажу. То есть он слабенько распутывает, слабенько разглаживает. Рекомендовать бы не стала. Но мне это средство, благо, обошлось недорого. Где-то 100 рублей на распродаже я его зацепила. Ну а полной цены, на мой взгляд, продукт не стоит. В общем, не в восторге. А вот следующим маском я готова пить дифирамбы. Настолько мне нравится. Это Estelle серия Newton. Комплимент красивым волосам. Тонирующая маска. Одна из них в оттенке русый и медный. Интенсивный 7,44. 7,34 русый и золотистый медный. Объем каждого тюбика 60 мл. Это считается такой пробный вариант, тестерный вариант. Также подойдет в качестве тревел формата. Например, вот эту 7,34 я брала с собой на юг. Хватает, ну можно растянуть на три раза. Но если вы хотите более равномерное окрашивание, то только на два. А вообще, если подобрал уже свой оттенок, то лучше всего брать полноразмерную версию 400 мл. Как я, собственно, сейчас и сделала. И наслаждаюсь действием этой маски. Итак, она крем-гелевая. Достаточно густая. Яркая. Давайте покажу. Это 7,44. Она такая огненная, папричная. 7,34 он тоже яркий, но здесь больше коричневого. Чуть более приглушенный. Помыли голову шампунем. Дальше не наносим никакой ни бальзам, ни маску. Просто подсушиваем голову полотенцем и начинаем наносить маску от Estelle. Лучше всего работать в перчатках, потому что есть такой побочный эффект. Окрашивает кожу рук. Также может окрашивать кожу головы. Был у меня момент, что в проборе беднелась такая окрашенная пятнышко. Но бояться этого не стоит, потому что смывается легко. С рук в течение дня точно. Да, и еще нюанс. Если в душевой шторы, то здесь, конечно, максимально осторожно, потому что вывести очень трудно. То же самое со светлой плиткой. Но с плиткой попроще, чем со шторой. Нанесли маску, она тут же начинает работать. Прям как такой бустер, заполняя пустоты волоса. Волосы становятся более плотные, более объемные, более гладкие. Прекрасно вообще распутывает. Даже если вы зашли в ванную, например, с утра и не причесались предварительно, вообще никаких проблем. Можно спокойно брать щетку и прочесывать волосы. В процессе того, как мы прочесываем волосы, они чуть так вспениваются. И лучше всего в этот момент добавлять еще маски, чтобы окрашивание было более равномерным. Потому что если и пожалеть, то может быть эффект такой окрашенных прядей. Ну, в моем случае, вот с этим оттенком, что 7,34, что 7,44, это, мне кажется, даже более выигрышно смотрится. Потому что на солнце очень красиво переливается. Напоминает такое цветное милирование. Да, что касается времени, держать стоит не менее 30 минут. Ну, а вообще это зависит от того, насколько интенсивный оттенок вы хотите получить. Следующий интересный момент, то что маски совершенно не имеют накопительного эффекта. То есть, если вы решили просто поэкспериментировать, то можете быть спокойны. Вы в конечном итоге вернетесь к изначальному результату. Поэтому в плане экспериментов вообще замечательно. И также, если волосы окрашены в яркий оттенок, да, например, рыжие, красные, они очень легко и быстро вымываются, да. То вот эти маски, это хорошее подспорье, чтобы поддерживать оттенок. Смываются они с волос полностью где-то в течение полторы недели. Собственно, наверное, все, что хотел сказать. Да, ну и сама работа вот в качестве маски, она вообще идеальна. Потому что после нее укладывать волосы – это сплошное наслаждение. И волосы и объемные, и прекрасно держат форму, и блестящие. В общем, замечательно. Это не все. Еще две трилогии, про которые я хотела рассказать. И первая из них – это Остриков Бьюти Паблишинг. Сюда входит твердый шампунь, вот такой вот жестяной баночки. Затем уксус-кондиционер. И третье средство, которое наносится непосредственно перед укладкой – это мус-кондиционер для объема и блеска волос Соксималь. Он, кстати, еще не закончился. Здесь примерно вот столько осталось. Но мне хотелось бы осветить всю линейку. Остриков Бьюти Паблишинг позиционирует себя как первое косметическое издательство. И основная философская мысль заключается в том, что мы выбираем книгу по автору, фильм по режиссеру, музыку по композитору. Даже то, что касается мира парфюмерии, то зачастую нам знакомно знакомят с автором того или иного аромата. Но вот то, что касается косметических средств, для нас остается загадкой. Кто же их придумал и кто их создавал. И вот их основная миссия – как раз явить миру этих самых химиков. Поэтому на каждый продукт они наносят имя автора. Например, вот здесь у нас автор формулы – химик Андрей Мекляев. Также хочется отметить состав. Потому что если он не максимально натуральный, то большое количество здесь хороших натуральных ингредиентов. Ценовой сегмент. Я не могу назвать эти продукты бюджетными. Да, представлены они на различных маркетплейсах. В том числе и в Эльберисе, Озоне, Яндекс.Маркет. Также попадаются в магазинах типа Рандеву. Золотое яблоко. Не знаю, где еще. Возможно, в Литуале есть. В общем, много где встречается. В основном онлайн. Самый недорогой продукт – это шампунь. Он стоит в среднем 1000 рублей. Там плюс-минус. А самый дорогой – это мусконниционер. 1600-1700. Уксус там где-то посерединке. Я, честно признаться, сама их не приобретала. Выиграла их в конкурсе, который проводился в группе газет «Коммерсант» ВК. Ну и давайте более детально эти средства рассмотрим. Впервые я пробовала твердый шампунь. До этого я много о них слышала, но сама никогда не приобретала. Да, собственно, не планировала. Мне всегда казалось, что твердый шампунь – это травматично для волос. Тем более, если они изначально повреждены. А мои обесцвеченные, я думаю, это же механическое воздействие. Нужно убрать вот этот брусочек, намыливать, тереть. И там волосы будут спутываться, волосы будут еще больше ломаться. Итак, представляет он из себя, на первый взгляд, круглый брусочек глицеринового мыла. Лаймового цвета, но при ближайшем рассмотрении видно, что состоит он из таких мелких белых палочек-червячочков, спрессованных между собой. Аромат брусочка очень яркий. Это юдзу. Он настолько сочный, он настолько насыщенный и натуралистичный, что я, если честно, каждый раз слюной просто захлебывалась. Простите меня за такие подробности, настолько это было вкусно. И мне, конечно, хотелось бы иметь подобный гель для душа, потому что это просто классно. Да, вот эта отдушка юдзу, она присутствует в каждом из представленных продуктов в той или иной степени. У шампуня он наиболее яркий. И, что мне понравилось, в конечном итоге остается на волосах. Так вот, да, были опасения, но при контакте с влажным волосом этот брусочек начинает очень активно образовывать пену. И я не успеваю просто глаза поргнуть. Полностью у меня прикорневая зона вспенена. Вспенена очень хорошо. Пена очень обильная. И мне остается только распределить ее по оставшемуся полотну волоса. Смываем. Промывает волосы мягко, не травмируя, не сушит, не спутывает. Опять же, если даже сильные загрязнения в прикорневой зоне, убирает их хорошо прям с первого раза. В общем, порадовал однозначно. Да, вот эту баночку хочу помыть, оставить, потому что она максимально удобная. Что-то потом откладывать, тот же скраб или маску или крем и брать с собой, например, в поездку или в бассейн. После шампуня я брала в использование уксус-кондиционер. Бесцветная прозрачная жидкость. При контакте с влажным волосом немножко вспенивается. И вы знаете, под руками просто происходит какое-то волшебство. Волос тут же разглаживается, вот эти все чешуйки закрываются. Он становится более таким объемным и плотным. Он распутывается. В общем, чудесная вещь. Действительно работает как кондиционер. Да, ну разве что не подпитывает волосы. Но в любом случае, вот сколько я пробовала подобных средств, тот же уксус, ну взять, допустим, и фроше. Нет, эффект не такой. Вот здесь прямо он наиболее яркий. Да, в запахе, как я уже сказала, также присутствует юдзу. Ну и такая кислотность. Оставляем где-то, может, минут на 10-15. Далее смываем. И действительно ощущение, что мы поработали с хорошим кондиционером. Да, по поводу расхода хотела сказать. Шампуня хватило раз на 8-9. То есть, как такой средний флакон шампуня с экономным расходом. Что же касается уксуса, то он у меня ушел быстрее всего. Хватило мне 250 мл. По-моему, ну раз на 5-6. Ну и третий продукт. Муз-кондиционер, который представляет из себя петку. Сейчас вам его покажу. Я обычно особо не встряхиваю перед применением. Значит, вот так она выглядит. Она не плотная, она не держит форму. Видите, она быстро начинает расползаться. Растекаться и превращаться в жидкость. Очередной раз хочется похвалить аромат. Насколько он хорош. Да, при контакте с влажным волосом она его несколько мылит. Бояться этого не стоит. Потому что даже если вы там чуть передозируете, это никоим образом не отразится на финише. Волосы не тусклые, они не слипаются, они не жирнятся и не грязнятся. Они наоборот яркие, подвижные, блестящие, рассыпчатые. Да, при нанесении стоит особое внимание уделять прикорневой зоне. Потому что прикорневой объем дает шикарный. У меня он сохраняется на протяжении двух дней. То есть от мытья до мытья. А как-то, в общем, был случай. Нанесла пенку, слегка подсушила феном. В общем, это было позднее время. Очень хотелось спать. В общем, не стала я до конца волосы укладывать, вытягивать щеткой и так далее. А я легла спать. С утра встаю, у меня такой шикарный объем. Просто как грива у льва. И более того, у меня волосы обычно вьются во влажном состоянии от природы. Но если их не вытягивать щеткой, это смотрится как эффект неухоженных волос. Здесь же они подвелись такими красивыми, крупными, мягкими волнами. В общем, я ходила и целый день наслаждалась результатом. Ну и подведу итог. Если вас устраивает ценовой сегмент, то действия этих продуктов вас однозначно порадуют. Также хочу отметить, что нет необходимости приобретать всю трилогию в целом. Можно спокойно брать продукты по отдельности и использовать. Например, шампунь будет очень удобным где-нибудь в поездке, либо же в спортзале. И он работает ничуть не хуже многих тех же профессиональных шампуней. Если брать мусс-кондиционер, то можно спокойно брать как средство для укладки. Потому что он даст фору многим вот этим пенкам, муссам. Потому что действительно не дает никакую нагрузку на волосы, их не грязнит. В общем, честно, я в восторге. Это был действительно очень такой приятный эксперимент. Это действительно что-то новое. Ну и у меня в планах вернуться. Ну, например, к мусс-кондиционеру точно. Так, ну еще одно трио. Это Estelle. Линейка Ocean Summer. Летнее настроение. Кстати, здесь такая же история, как с Остриковым. Несмываемое средство. Здесь у нас это солнцезащитный спрей. Еще не подошел к концу. Но хочется говорить о линейке в целом, поэтому заранее. Так, в руках у меня шампунь Fresh с UV-фильтром. Свежесть, увлажнение, защита от солнца. В составе сок апельсина, сок грейпфрута и протеина шелка. Объем флакончика 250 мл. Увлажняющая бальзам маска с UV-фильтром. Также гладкость, восстановление и защита от солнца в обещаниях. В составе фитовоск, эластин и коллаген. 200 мл. Ну и также 200 мл. Тот самый спрей, где еще полфлакончика. Защита от солнца, увлажнение, облегчение расчесывания. Содержит протеины шелка и экстракт кактуса. Шампунь. Ой, не убегает меня, пожалуйста. Гелевая текстура, умеренно густая. Очень насыщенный, яркий цвет. Такой рыжий-рыжий, собственно, как цвет флакона или моих ногтей. Умеренно густой. Аромат. Ой, он достоин отдельной песни, отдельной оды, потому что это что-то необыкновенное. Насколько я восхищалась остриковым с их юдзу, это еще круче. Это цитрусовый фреш. И не просто цитрусовый фреш, там миксом еще какие-то фрукты. Может быть, зеленые яблоки. Может быть, что-то экзотическое. Но он настолько взрывной, настолько сочный, настолько насыщенный, что... Сразу скажу, я эти средства брала с собой на юг. Так вот, гель для душа, который я взяла с собой, он просто померк. Он был никакой по сравнению со средствами от Estelle. Все ароматическое удовольствие я получала именно от них. Более того, отдушка очень хорошо оставалась на волосах. Не просто оставалась, а прям шлейфом. Поэтому здесь, конечно, стоит еще внимание уделить тому же парфюму, который параллельно используется. И желательно выбирать что-то цитрусовое, чтобы не было какафонии. И ароматы звучали в унисон. Да, я настолько полюбила аромат, что когда мы приехали, посмотрела по ассортименту Estelle. Оказывается, в этой линейке есть гель для душа. И тут же позвонила мастеру и попросила, пожалуйста, закажи мне. Я тут же у тебя выкуплю. Потому что, оказывается, у мастеров заказывать средства от Estelle дешевле, чем это делать на оффлайн или онлайн площадках. На рандеву цена на этот гель где-то 600 рублей. Надеюсь, что он мне выйдет немного подешевле. Но, вот честно, мне настолько понравилось, что я готова эти 600 рублей отдать. Возвращаясь к шампуню. Итак, он очень хорошо распенивается. Он максимально экономный в расходе. Мне хватило, получается, практически на 2 недели ежедневного использования. А бывало, что и по 2 раза в день я промывала голову. Потому что, допустим, сходили на море с утра, вернулись, искупались. Вечером еще захотели, сходили на море. И опять такая же история. Так вот, еще какое-то количество шампуня я с собой домой привезла. И еще здесь доиспользовала. Работа. Замечательная работа. Очень мягко, очень деликатно промывает волосы. И вообще, уже на этапе очищения, есть ощущение, что шампунь смягчает. Что шампунь начинает разглаживать волос. Ну и отдельной, опять же, историей достойен эффект охлаждения. Когда мы намыливаем голову, постепенно появляется холодок в прикорневой зоне. И когда мы начинаем шампунь смывать, этот холодок распространяется на плечи, на спину. И вот представляете, когда приходишь с пляжа такой разгоряченный, порой обгоревший, уставший. И вот этот холодок, он как манна небесная. И был вот такой эффект, что пришел, хочется лечь. И в общем, чтобы тебя не трогали, ничего не делать. Но после того, как я мыла голову, я понимала, что готова к дальнейшим свершениям. Куда-то идти в старый город, гулять, на набережную, тусоваться и так далее. В общем, бодрящий эффект. Не могу никак слова подобрать. Итак, по поводу шампуня. Все, дальше шла вход маска. По текстуре она достаточно жидкая. Может быть, чуть гуще молочка от Горнье, Ботаник Терапи. Также здесь присутствует легкий такой ржеватый оттенок. Ароматы похожи, но здесь добавляется еще сливочность. Волосы обволакивают очень хорошо. Экономичные, опять же, в расходе. Мне их хватило один к одному. Я даже особо не напрягалась, да чего-то не придумывала. Но закончились день в день. Несмотря на небольшой объем. Ну и работу свою маска делает идеально. Идеально распутывает, идеально разглаживает. И укладывать волосы после нее, это просто сплошное удовольствие. Все происходит быстро и легко. Да, и здесь также присутствует охлаждающий эффект. Тем более маску я обычно держала минут 15, а то и 20. И вот этот холодок, он на коже головы, он только нарастал. По мере того, как я держала маску. Отлично. Ну и то, что касается спрея. Вот здесь я немножко покритикую. По своей текстуре он водянистый. Допустим, если нанести на руку, не будет ни липкости на финише, да. Ни жирности. Он как водичка. И, кстати, по аромату он самый такой приглушенный. Смягчает волосы, да. Увлажняет, да. Но вот то, что касается облегчения расчесывания, здесь бы я немножко поспорила. Потому что, когда ты используешь трилогию целиком, то все средства, они как в унисон работают. Вот эта маска, тем более идеально, да, распутала, разгладила, как я уже сказала, то здесь работы спрея особо не остается. Но так как сейчас он у меня остался в одиночестве, и я периодически использую с другими продуктами, если попадется неудачный бальзам, неудачный шампунь, и волосы будут несколько подсушены и спутаны, то особо он погоды не сделает. Вот, например, если взять Олин Профессионал, флюид 15 в 1, который я использую параллельно, он да. Если шампунь или бальзам неудачный, он доразгладит, дораспутает, в общем, все какие-то косяки исправят перед укладкой. Данность про этого не сделает. Ну, как увлажняющее средство, как защита от солнца замечательно. В общем, девчонки, подвожу итог. Это восторг, во-первых. Во-вторых, однозначно рекомендую брать эти продукты с собой на море. Потому что они просто идеальны во всех отношениях, каких я вам, собственно, описала. Ну, а у меня произошла просто какая-то революция во взглядах. Потому что раньше, когда мне девчонки писали, а почему ты не приобретаешь на постоянной основе профессиональные средства? Ну, я как-то думала, да зачем? Может быть, точечно мне попадались продукты. И я не видела особой разницы именно из профессионального ухода с масс-маркетом. Вот здесь я очень ярко ощутила все плюсы вот этой профлининки. И теперь мне хочется особенно со стель поближе познакомиться, брать на постоянной основе. В общем, сплошной восторг. Повторяюсь уже который раз. Закончились темы волос. Перехожу к гелям для душа. У моих мужчин закончился гель от Акс очередной. Эпик Фрэш с ароматом грейпфрута и кардамона. Гелевая текстура достаточно густая. Яркого зелено-желтого цвета. Аромат, как всегда, насыщенный. Яркий, хорошо раскрывался. Оставался на теле, в душевой кабине. Это сочный, насыщенный, бодрящий грейпфрут. И легкая пряность кардамона здесь также присутствовала. Очень довольная. И я думаю, в дальнейшем будем конкретно эту отдушку у Акс повторять. Следующий гель доставил удовольствие не только моим мужчинам, но и мне, признаюсь честно, подворовывала. Это Каташмен Кафе Фраппе. Гелевая текстура с коричневато-рыжим оттенком. Очень хорошо раскрывался. И пах он кофе. Холодным кофе со льдом с добавлением небольшого количества сливок. Яркий, насыщенный, оставался в душевой. На коже, правда, совсем чуть-чуть. Ну, а я после этого геля поняла, что нужно срочно возвращать традицию. И включать в мою подборку из 15 гелей хотя бы один на кофейную тематику. Что я, собственно, уже и сделала. В общем, ушел очень легко, быстро и непринужденно. Понравился всем. Я бы повторила, но он значительно возрос в цене. Сейчас гели от Каташ, это где-то 450-500 рублей. И уже лишний раз подумаешь, а надо ли. Ну и гели, которые покидают мою коллекцию. Постараюсь в порядке взрастания моих симпатий. Рада, что покидает гель от Арифлейм линейка Лафнейча. Это у нас крем-гель с овсом и абрикосом. Да, крем-гелевая текстура, жемчужная, имеет легкий рыжеватый оттенок. В аромате у нас преобладает, к сожалению, овес. Причем вот эта злаковость, она бывает порой приятная. Да, у некоторых гелей такая какая-то сливочная или ванильная. Здесь нет. Здесь вот сухой овес, который меня больше отталкивает. Абрикоса совсем чуть-чуть. Причем абрикоса недозрелого. Я поняла, что срочно нужно избавляться. Вот попросила и членов моей семьи помочь в этом деле. Собственно, мы быстренько с ним и управились. Следующим пусть будет Эйвон. Это линейка Нейчерлс. Спелый розовый грибфрут и мята. Ну, вообще он неплохой. Единственное, это не сочный, не сладкий грибфрут. Он немного суховат, но звучит достаточно натурально. Бодрящая мята здесь совсем чуть-чуть, если прислушаться. По консистенции, да, это гель. Жиденький, с розоватым оттенком. Ну, линейку, по-моему, началось уже и не приобрести. Так. Балкам Бастерапи. Три в одном. Это у нас Эскейп Бора Бора с ароматом цветов Гибискуса. Американское производство. Как раз этот гель я брала с собой на юг. И вы знаете, да, я уже сказала, что в плане аромата он вообще рядом со стель не стоял. Крем-гелевая текстура. Такая мутновато-желтая. По аромату, вот, нетрудно его описать. Да, чувствуется кислинка цветов Гибискуса и чайность. Но чайность не яркая, не свежая, как это бывает. А вот, знаете, как чай уже с пятой. Да. Раскрывается. Ну, в общем, как-то глухо звучит. Неинтересно. И вообще не удивил. А вот был и был, закончился, как бы, ну и бог с ним. Даже то, что его приобрести, уже нельзя меня нисколько не расстраивать. Вот был у меня гель этого производителя с молочным коктейлем, да, с мороженым, с ванильным. Это было, да, это было интересно, это было вкусно. Здесь, ну, ни о чем. А вот эту левитку мне очень жалко, да, ее уже не приобрести. Это у нас Палмалиф, Winterfraude, зимняя радость. Посмотрите, какая текстура, такая сливочная, насыщенная, крем-гелевая, желтоватая. Сам по себе гель такой обволакивающий. И аромат у него такой же обволакивающий, который заполняет все вокруг, который остается на коже, который остается в ванной комнате. Это аромат цветов. Ну, и еще чего-то такого сладко-сливочного. Очень приятный, мягкий, классный. И он хорошо подходит для холодного времени года. Но так как оставалось у меня совсем чуть-чуть, тут буквально на одно, на два применения, я решила его уж не задерживать. И доиспользовала летом. Ну, вы знаете, прохладным летним вечером очень даже. Следующий гель – это итальянское производство, Видаль. Масло Органы, магия Востока. Гелевая текстура, желтого цвета, чуть мутноват. Аромат волшебный. Это действительно восточная сказка. Ты в нее погружаешься. Он очень ярко раскрывается. Он заполняет все вокруг. Он остается на коже. Он остается в ванной комнате, наверное, на сутки. Ну, и это аромат микса масел. Мне кажется, здесь не только органа. Возможно, там что-то еще из амбры, да. Что-то ванильное тоже присутствует. И вот по ощущениям, что ты попал куда-то или в хамам, или в шикарное спа. И у меня мысли однозначно этот гель повторить. Единственное, чуть попозже. Потому что у меня вот этой органовой тематики в коллекции еще достаточно много. Так, вообще, однозначно рекомендую обратить внимание. Он больше вечерний и больше расслабляющий. А так вообще можно использовать круглогодично. Следующий гель я бы тоже повторила с удовольствием, но уже посмотрела. К сожалению, в продаже ни на одной площадке не встретила. Это «Натура Сиберика» Crazy Animals линейка. Фитогель для душа на краю света для сладких снов. Содержит бархат амурский, душицу, вечерницу сибирскую, дикий дягилевый мед и пряную корицу. Гелевая, очень густая текстура. Настолько густая, что порой было трудно извлекать. Немножко мутная, с розовато-красным оттенком. Аромат разнотравья, аромат цветов. И у меня он очень прочно ассоциируется с детством. Почему? Рядом с дачей у нас был заброшенный, заросший лук, который необходимо было пересечь, чтобы набрать воды в роднике. И вот там было огромное количество различных цветов. Валерьяна, тысячелистник, шалфей, чабрец, душица. И все это цветет, все это пахнет. Настолько густой аромат стоял. Там постоянно было большое количество пчел и бабочек. Что когда я уносила воду из родника, я за собой еще шлейфом несла аромат этого луга. Когда я услышала, я просто обалдела. Классный аромат с прекрасной раскрываемостью. И на вечернее время в качестве ароматерапевтического эффекта тоже замечательно. Ну и заключительный гель, который я однозначно ставлю на первое место. Хотя здесь большое количество моих любимцев. Обязательно буду повторять, если он еще присутствует в каталогах. Если вы еще не сняли с производства. Это Avon линейка Senses. Домашний очаг с ароматом гвоздики и древесины. Хорошая насыщенная гелевая текстура. Прозрачная. С рыжимкой в цвете. Хорошо расходится, распенивается. И аромат яркий. Аромат насыщенный. Густой. В аромате присутствует большое количество древесины. Гвоздика. Корица. Табачность. И действительно есть эффект такого раскаленного металла. По ощущениям. Как будто ты сидишь у камина. Горят поленья. А ты попиваешь, не знаю, или чай со специями. Или глинтвейн. По своей текстуре. Аромат напомнил мне такие парфюмерные композиции. Как Крещение огнем Сержа Лютанца. Табак Франко Бакле. Чем-то Красный табак Монсера. Также, да. By the Fireplace. У Камина. Мэйсон Мартин Марджелла. Хорош. В холодное время года. Особенно перед Новым годом. Способен создавать праздничное настроение. Но я для себя его открыла с новой стороны. Потому что доиспользовала. Было небольшое количество. Думаю, да, заберу с собой в бассейн. После сауны он звучит как-то еще более по-особенному. В общем, однозначно довольна. Рекомендую. Если еще не пробовали. Ну, опять же, вот с помаркой. А если он еще в продаже. Жидкое мыло. На кухне использовала завод братьев Крестовниковых. Хвойное, натуральное, душистое. У него такая, знаете, молочно-кремовая текстура. Оно жидковато. Пенится оно хуже, чем обычное среднестатистическое жидкое мыло. Но насколько приятный аромат. Вот максимально натуральный запах хвои. Напоминает, ну, например, хвойные ванны. Плюс это все еще приятно на руках остается. Плюс нейтрализует неприятные запахи. Ну, и самое главное, то, что оно максимально бережно относится к рукам. На коже рук совершенно их не сушит, не стягивает. Тем более на кухне, когда порой, если готовишь, нужно сделать в течение часа несколько подходов, чтобы вымыть руки именно с мылом. В этом плане вообще замечательно. Можно повторить. Мыло от ГРАС, их парфюмерная линейка Милана. С маслом кедра. Гелевое, прозрачное, бесцветное, достаточно густое. Имеет приятный древесный аромат, который легким флером остается на руках. В целом мыло неплохое. И Эйвен Сенсус. Старичок, освежающая коллекция. Морская свежесть с ароматом морской соли, влажной древесины и влажной древесины. В первую очередь хочется отметить оформление. Вот эта сама этикеточка плюс мыло. Посмотрите, какого красивого цвета. Гелевое, прозрачное. Но цвет морской волны. Оно густое, оно экономное в расходе. И в аромате действительно чувствуется море. Водоросли, солоноватость, минеральность. Прошу прощения. Все это еще остается на руках. И я это мыло брала с собой на юг. Вот прям, что называется, самое время и место. Средство для интимной гигиены. Подошло у меня к концу от красной линии. Натуральный микробиом гель. Гипоаллергенный. Не содержит красителей. Представляет из себя очень густой гель. Бесцветный, прозрачный. Настолько густой, что когда мыло остается примерно вот столько, дозатор перестает срабатывать. Мне приходилось раскручивать. И то, что выливать, вытряхивать. Аромат. Он весьма своеобразный. Пахнет молочной кислотой и пробиотиками. Кто знает, тот поймет. Не могу назвать этот запах. Очень уж приятно. Но он тихий. Поэтому я на него особо внимания не обращала. Экономный в расходе. И никакого дискомфорта, сухости не вызывает. В этом плане все прошло замечательно. Скрабы. Давайте начнем с вот такого малыша. Это у нас Натура Сиберика. Их линейка Крейзи Звери. Тигрюлей. Разглаживающий антицеллюлитный скраб жар. Содержит масло имбиря, красный перец и кедровый жмык. Из себя он представляет желе. Не знаю, как еще можно назвать. Мармелад. Такая плотная текстура. В которой утоплены мелкие синтетические скрабирующие частички. И тот самый кедровый жмык. По большому счету, как скраб, механического воздействия его нет. Берем, отщипываем кусочек. Прислоняем к влажной коже. И начинаем массажными движениями разносить. В процессе он тает. Освобождаются те самые частички. Но это лишь легкий пилинг. Это не скрабирование. И для проблемных зон, что называется, слону-дробина. Но его действие основное не в этом. Спустя где-то одну-две минуты вступает в действие имбирь и красный перец. Кожу начинает пощипывать. Она начинает гореть. Местами краснеть. Улучшается кровообращение. Ну и таким образом мы подготавливаем проблемные зоны для нанесения средств корректирующих. Вообще, наверное, даже не стало бы хвалить. Но, как оказалось, он очень удобен в бассейне. Дело в том, что у нас в душевой висит объявление, что запрещается использовать скрабы. Потому что, я так понимаю, скорее всего, вот эти все частицы, тот же молотый кофе, крупная соль. Это все будет оставлять следы. Это будет причинять дискомфорт окружающим. А здесь его можно использовать максимально незаметно. Никто даже не увидит. Потому что он после себя следов не оставляет. Единственный есть момент. Это красный перец при контакте с теплой водой может немного попадать в верхние дыхательные пути. И вызывать такое легкое покашливание. Вот мне как-то не повезло. Рядом был человек через перегородку. Я чувствую, она тоже начала покашливать. Я поняла, моя вина. В общем, нужно использовать, когда минимальное количество людей. И выбирать такой подальше уголок от всех. А так, да, повторюсь, для бассейна оказался очень неплох. Следующий скраб это Fresh Juice. Точнее сказать, не скраб, а пилинг с апельсином и корицей. Гелевая текстура, которая немножко вспенивается. Достаточно большое количество мелких синтетических скрабирующих частиц. Ну и, по-моему, еще то ли молотая корица, то ли молотый кофе. Ну, какие-то еще темные частички покрупнее здесь тоже присутствуют. По большому счету, да, пилинг, который лишь слегка выравнивает кожу. Я вообще не очень такие средства люблю. Но они имеют место быть, например, летом, когда пытаешься максимально сохранить загар. Ну и что еще могу похвалить? Аромат, да, апельсин с корицей, который приятно раскрывается. Следующий скраб это Delike, манго сахарный. Здесь текстура уже плотная, такая баттерная, насыщенная, желтоватого цвета. Сахарных частиц много, они крупные. И, вы знаете, обычно даю предпочтение солевым, потому что солевые частицы, они не так быстро растворяются, смыливаются, как сахарные. Но здесь, видимо, из-за того, что их много и из-за того, что они крупного размера, скраб успевает очень хорошо проскрабить кожу, разгладить ее, в том числе и проблемные зоны. В том числе, пожалуйста, локоточки, коленки замечательно. Аромат, да, он прекрасен, сочный, спелый, вкусный манго, который раскрывается при контакте с влажной кожей. Но, мне кажется, еще помимо манго ощущаешь, ну, то ли цитрусовые, то ли яблочки, ну, что-то такое дополнительно присутствует. Ну, и помимо того, что он хорошо скрабирует, он очень приятно пахнет, он еще успевает хорошо воздействовать на кожу. Да, разглаживает, плюс подпитывает, плюс увлажняет, потому что здесь достаточно большое количество масел, в том числе оливковое масло, какао. И когда мы смываем скраб, то с водой он образует довольно густую эмульсию. Каждый раз, когда рассказываю про вот эти скрабы отделяки, однозначно советую, потому что имеет ряд преимуществ, да, это хорошее скрабирование. Опять же, если сравнивать с солевыми, нет неприятных побочных эффектов, таких как пощипывание, да, либо же кожа начинает гореть, если есть какие-то аллергические реакции на соль. Хороший спектр ароматов, да, вот какой не пробовала, пожалуйста, шоколадный, кокосовый, с манго. С дыней, в общем, однозначно рекомендую, и плюс это очень неплохой сегмент в плане цены. Бывает, что их можно встретить, там, район 230-250 рублей. Ну и еще один скраб, кстати, тоже апельсин с корицей, сахарный, крымского производства, мой любимый дом природы. Здесь у нас такая плотная сахарная таблетка, которая утоплена в большом количестве масла. Помимо сахара, здесь у нас также содержится немного молотого кофе, молотой корицы, молотая высушенная цедра апельсина. Конечно, если брать скрабирующий эффект, жесткость и интенсивность, на мой взгляд, несколько уступает предыдущему делике и однозначно уступает скрабам из этой серии, которые солевые, а также сахарно-солевые. Потому что здесь все-таки частички сахарные мелкие и растворяются они достаточно быстро. Вот то, о чем я говорила, но все равно где-то за первую минуту успевает кожу неплохо проскрабировать. Но расход у меня был большой, я не знаю, раза, наверное, за три я вот эту баночку уговорила. Итак, неплохо разглаживает кожу, имеет очень приятный натуральный аромат апельсина с корицей. Ну и также за счет натуральных масел неплохо кожу подпитывает и увлажняет. Поэтому, да, не буду уже придираться, просто люблю. Средства по уходу за полостью рта. Начнем с вечерних зубных паст. Наконец-то мы подбили, чтобы мы про нее все время забывали, зубную пасту от Фиберлик. Dream Therapy с мелатонином. Ну, вообще, девчонки в ней писали, никакого мелатонина там нет, это такой рекламный ход. Ну, в любом случае, ее мы использовали вечером. Я вообще люблю вечером использовать зубные пасты, которые приглушенные, они не сильно бодрят, не сильно освежают. Гелевая, густая по текстуре, голубого цвета. Небольшая ментоловая свежесть есть, но по большому счету это что-то цветочное. Может быть лаванда, может быть не лаванда. Если лаванда тут такая сладкая. Ну, ничего особенного, на мой взгляд, повторять бы не стала. Затем класс, брутал онли, и это у нас терпкий коньяк. Здесь уже пастообразная консистенция, она неплохо пенится, хотя, конечно, в плане пенообразования будет уступать тем же корейским зубным пастам. Да и, я думаю, в плане очищения зубной эмали, насколько хорошо тоже корейским зубным пастам уступит. Много споров по поводу вкуса. Для меня это действительно послевкусие, если тяпнуть рюмочку коньяка, да, и то, что будешь ощущать во рту, то же самое чувствуется в этой зубной пасте. За это, вот, кстати, респект. То, что написано, то в ней и есть. Я не могу ее за это ругать. Ну, вот, что касается использования, да, на постоянной основе я бы ее использовать не смогла. Вот, поставь мне одну зубную пасту, используя только ее, нет. Это скорее такое развлечение. Это для людей, которые любят разнообразие, как я. У меня бывает там порой по две, по три зубные пасты одновременно. Вот в этом случае замечательно, да, вот так вечерком развлечься, то да. Если использовать только одну, нет, потому что мне, конечно же, здесь чувство свежести, да, особенно по утрам не хватало бы, да, ну, вот за послевкусие коньяка, спасибо. Зубные пасты утренние. И здесь у меня была Аквафреш линейка Сенсис бодрящая с грибфрутом, лимоном и мятой. Как всегда у Аквафреш зубная паста полосатенькая, белая непосредственно сама паста, также полосочка была зеленая и желтая. Она хорошо освежает, то, что касается грибфрута, лимона и мяты, ну, чувствуется присутствие цитрусов, но в виде масел. Абсолютно никакой сладости, там кислинки, ничего, ни лимон, ни грибфрут не дают. В целом неплохо, да, хорошо распенивалась, хорошо очищала зубную эмаль, освежала, но если сравнивать вот из этой же серии, там у них еще есть арбуз и огурчик, вот однозначно уступает. Арбуз и огурчик, он какой-то прям действительно интересный, да, и его бы я повторила, не знаю еще продается или нет, но то, что касается конкретно этой пасты, точно нет. Ну и еще одна зубная паста, это Юкиви с вишней, 100 грамм. У нее текстура полупаста, полугеля, розоватого оттенка, неплохо распенивается, но опять же тем же корейским зубным пастам в плане пиднообразования уступает. Уступает и в плане расхода, те прям экономные, а здесь расходуется очень бойко, да, это у нас австралийская зубная паста, если я не сказала, хорошо очищает зубную маль, освежает, а в послевкусии чувствуется, ну, вы знаете, не сама вишенка, да, ягодка, а такая вишня в цвету, цветы вишни. Вот, это интересно, неплохо, но я бы не сказала, что хотела бы повторения. Оформление у нее, конечно, очень интересное. Ополаскиватель для полустирта, закончился рокс, двойная мята. Бесцветный, прозрачный, единственное, что мне не понравилось, под конец обнаружила там небольшое количество хлопьев, да. Но, как оказалось, это вообще нормальная история, из-за того, что здесь содержится большое количество натуральных компонентов, то выпадение небольшого осадка допускается. Рот, ротовую полость не обжигает, не сушит. По ощущениям, это как пожевать резинку, да, со сладкой мятой. Освежающий эффект длится где-то в течение 15-20 минут. Ну, в целом, конечно, неплохая, если бы не эти сгустки под конец, которые меня, если честно, даже где-то напугали. Ну, и завершить тему ухода за ротовой полостью, хотелось бы отзывом на вот такую щетку, опять же, от ROX Red Edition. Это их зубные щетки со скошенной щетиной, я думаю, многим известны. Средняя жесткость, плюсы, выглядит, конечно, стильно. Да, из-за того, что щетинки скошенные, она имеет больше доступа в какие-то труднодоступные места, я прошу прощения за тавтологию. Но буквально за месяц зубная щетка приходит в негодность. Я с такими, если честно, сталкиваюсь впервые. У меня такое ощущение, что я купила где-то в переходе рублей за 20. Потому что вот ощущение, что я и чистила не зубы, а простите, унитаз. Вот это все топорщица, все какое-то вот это жесткое. У меня это обычно, ну, 3 месяца она. 3 месяца я меняю зубную щетку. А были зубные щетки, которые спустя 3 месяца прекрасно выглядели. Например, вот недавно использовала корейские. Но это вот просто тихий ужас. Я не ожидала. Да, щетина действительно особая, которая моментально, да, приходит в негодность. По уходу за телом здесь, как всегда, все скромно. Закончили мы на юге вот такое солнцезащитное средство от Ифраше. С SPF 30, 50 мл. Представляет из себя такое крем-молочко, довольно-таки жидкое, с приятным ароматом. Но нам не понравилось. Дело в том, что от этого средства загар ложится полосками, пятнами. В общем, разнести, сами понимаете, крем максимально равномерно сложно. Особенно, когда он быстро впитывается. И ты вроде разносишь, разносишь, но тут вот не увидел. И, знаете, вплоть до того, что следы от пальцев, когда загораешь, начинают проявляться. Муж у меня вообще загорел, как зебра. Особенно одна рука. Он меня очень ругал. Лучше бы я вообще ничего не наносила. Потому что на него и так загар ложится хорошо, без всяких средств. Он вообще не склонный к обгоранию. Это я склонная. Ну вот я ему дружила. И так, что это было в самом начале отдыха. И были, как я уже сказала, две недели. Так вот за эти две недели у нас так и не получилось убрать вот эти пятна и полоски. Поэтому я, конечно, была дико удивлена. Я, по-моему, впервые сталкиваюсь с такой историей от подобных средств. Не рекомендую. Подошел к концу стик от Rixona Motion Sense. Свежесть бамбука плюс алоэ. Вообще прекрасная вещь. Стик достаточно плотный. Он не оставляет следов. Подмышки, одежда, все чистое. Опять же, нейтральный по аромату. И дает хорошую защиту в течение дня. Замечательно. Я была очень довольна. И закончился один крем для рук. Вот такой сумочный вариант от Avon. Линейка Planet Spa. Арома Spa. Энергия с эфирными маслами итальянского бергамота и лимона. Хорошая текстура. Легкая, быстро впитывается. Но, вы знаете, если спустя где-то минут 30-40 вам понадобится вымыть руки, то при контакте с водой вот эта скользкая пленочка на руках, она очень ощущается. По-моему, это не очень хорошо. Но не могу не отметить. А аромат классный. А аромат классный. Он яркий, он насыщенный, он сочный. И в этом плане очень понравился. Средства по уходу за лицом. На отдыхе использовала вот такую миниатюру от Clorans. Это двухфазочка. Здесь всего 10 мл, но хватило, по-моему, раз на 5, не меньше. Потому что работает она очень легко и непринужденно. Но в плане того, как снимает макияж, что тушь, что тени, что румяна, не важно. Вот. И, собственно, поэтому настолько экономичный расход. И еще что понравилось, она, вот в плане маслянистого финиша, я вообще двухфазки не люблю. Он, может быть, и есть, но он абсолютно не напрягает, не раздражает. И понравилось настолько, что я готова даже рассмотреть вариант покупки полноразмерной версии. Из умывалочек подошла к концу пенка корейская от Holika Holika. Цитрон, он же лимон. Как всегда, густая, плотная, жемчужная, экономная в расходе. Хорошо распенивалась в аромате. Ну, такой сухенький лимон, да. Корочка лимона, она присутствует. Хорошо очищает кожу лица, прям до скрипа. Может, конечно, немножко подсушивать и стягивать. Есть такой эффект. Но вообще, летом для жирной кожи это неплохой вариант. Дальше закончился у меня скраб от Natura Siberica. Линеечка Blueberry Siberica. Обновляющий джем-скраб для лица, для всех типов кожи. Густой, сахарный, цвета черной смородины. И также, помимо всего прочего, там утоплены цельные ягодки-глубики. Вот это меня, конечно, удивило. Очень приятный аромат ягодного варенья. Скраб жесткий. Честно сказать, я такой не очень люблю. Вообще, считаю, что в моем возрасте жесткие скрабы – это преступление. Для кожи, да, я предпочитаю пилинги. Но редко имеет место быть. Например, если какое-то глубокое постакне. Если очень долго не использовал тот же пилинг, порой прям кожа просит. Ну и чтобы почетче сделать овал лица, да, пройтись по контуру, тоже вполне имеет место быть. Но, если честно, повторять особо желания нет. Термальные водички. Вот такая малышка от Урьяж. Здесь 50 мл. Прекрасный тревел-вариант. Особенно, когда на машине едешь. Летом жара, а порой даже такое прям пекло нестерпимое. А муж у меня еще не любит включать кондиционер. Я его порой долго упрашиваю. В этом плане прям спасение. Чтобы привести себя в мысли и в чувства. В общем, с удовольствием его в дороге использовал. Очень удобно. И еще одна термальная водичка в крупном формате. По-моему, максимальном 300 грамм. Здесь объем это у нас Виши. Она, кстати, минерализованная. И это ощущается, потому что, когда наносишь, чувствуется такая в аромате минеральность. Все у нас с ней было замечательно. Хорошее мелкодисперсное распыление. Пожалуйста, хоть зимой, хоть летом. Зимой, когда отопительный сезон, кожа сохнет. Опять же, применение антибиотиков у меня кожа сохла. Опять же, она меня спасала. Хватила надолго. Если не хочется возиться с тоником, с дисками, то тоже перед тем, как наносить крем, флюид, сыворотку, я могла нанести, распылить вот эту водичку. И опять все было замечательно. Но когда осталось примерно вот такое количество, ну, одна треть, одна четвертая, по моим ощущениям, она перестала нормально распылять. Она стала просто бить какой-то струей. То по глазам даст, то просто обдаст лицо так, что нужно еще сидеть и сохнуть какое-то время. Потому что, понятное дело, что после этого ничего нанести нельзя. Кожа очень мокрая. Не знаю, в чем проблема. Проблема ли в Виши или в этом объеме. Ну, пока у меня вот желание отпало приобретать, да, именно Виши в таком формате. Попробую что-нибудь другое. Как вы думаете, девчонки, так в чем проблема? Напишите, пожалуйста. Маски. Если говорить про маски в тубах и баночках, то я закончила две. Во-первых, знаменитую чистую линию крем-маску с единорожкой. Суфлейная консистенция, жемчужная, с фиолетовым оттенком, с приятным ягодно-сливочным ароматом. Хорошо, легко распределяется. Дает хороший увлажняющий эффект. Прямо сразу по мере нанесения чувствуешь приятный холодок. Также немного осветляет, тонизирует и выравнивает цвет лица. Маской я осталась очень довольна. Еще одна маска в баночке – это бланда косметикс с кофе. Здесь у нас уже текстура кремовая, жирненькая, с кофейным оттенком. Также у нас в масочку утоплены молотые кофейные зерна. Подпитывает, увлажняет. Также есть легкий пилинг, когда мы маску смываем и, соответственно, небольшое тонизирование за счет тех самых молотых кофейных зерен. Немного выравнивает тон кожи, правда, ненадолго. По аромату это кофе со сливками, но вот не кофе как напиток или не кофейное зерно, а такое уже отработанное кофейное зерно, то есть кофейный жмых. В целом, конечно, неплохо, но она мне безумно надоела, потому что 200 мл для маски, для лица, это перебор. Для волос, да, отлично. Но для лица, я не знаю, кому это может подойти, разве что вот вы хотите просто иметь одну маску, стационарную, которая будет вам служить долго, верой и правдой, при этом не очень дорогой. Вот только в таком случае. Если есть разнообразие, тем более у меня маски в тубах, маски в баночках, порошковые, альгинатные, в сашетках, тканевые, да, я люблю их менять. Для меня это было, конечно, напряжно, особенно под конец, я ее старалась уже вымазать и на зону декольте, и на шею, в общем, куда только можно. Поэтому я, конечно, повторять ее более не хочу. Переходим к маскам тканевым, сашетках, альгинатным и так далее. Правда, мне здесь попадаются еще два пробника. Давайте сначала о них. Вот такой вот пилинг, ну, не буду произносить, чтобы не считалось за нецензурное выражение. В общем, когда-то мне прислали в качестве подарка за заказ на Вальдберес. Кстати, очень даже неплохой пилинг, густой крем гелевый, очень быстро начинает скатываться, да, подтягивает овал лица и убирает роговевшие клетки. Очень даже неплохо, я была довольна. Ничем не хуже эсфолио, который у меня сейчас в использовании. И еще мне очень понравился вот такой бальзам от Локситан. Это у нас бальзам для кожи вокруг глаз, драгоценный Эммартель. Брала с собой на юг. Здесь всего полтора миллилитра, но хватило, ну, не на пять, наверное. Потому что он вроде бы и жиденький такой, не очень густой. Но по мере того, как его разносишь, он уплотняется. И он уплотняет эту зону, он ее защищает, на мой взгляд, да, тем более в условиях юга, когда и море может не очень благоприятно действовать, и солнце, вообще сами по себе солнечные лучи, да и щуримся там часто, если вдруг приходится очки снять. В общем, мне кажется, действовало очень благотворно. По аромату нейтрально, ну, а я себе уже в свой косметический виш-лист это средство занесла. Понравилось. Ну, давайте про веки. Сразу тогда и закончим. Вот такая теплая маска была, ну, использована с лавандой. Кто это? Мерине или кто-то органикс? Я что-то и не вижу. В общем, обрезала, не вижу. Маска выглядит следующим образом. Смотрите, какая симпатичная. Даже под кружево закос. Резиночки очень мягкие, нигде не тянут, ничего не режет. Как мы маску вскрываем, она сразу начинает нагреваться. Вот эти подушечки. Слой, кстати, опять же, вот этот мягкий, приятный для кожи век. Ну, и, да, надеваем масочку, прикладываем. Очень хорошо расслабляет эту зону, снимает усталость. Правда, аромата лаванды здесь заявленного я особо не почувствовала. Но все равно чудесное средство. Если вдруг пересидел в телефоне, за компьютером, опять же, после путешествия, если долго не спал, чувствуется вот это напряжение в области глаз, тоже очень хорошо спасает. Мне понравилось, я бы повторила, потому что были подобные средства, и они совершенно не впечатляли. А здесь хороший эффект. Маски от Горинье. Во-первых, вот такая маска Зора, это увлажнение и упругость. Тканевая маска для кожи вокруг глаз. Разглаживает морщинки, заметно уменьшает отечность, содержит кокосовую воду и диалуроновую кислоту. Ткань очень нежная, она приятная, как ложится, как прилегает, достаточно тонкая, мягкая. Но у меня будут претензии, это будет единственная претензия к данной маске в плане лекала. Это как-то неэргономично, неудобно. Лучше бы они сделали вот с этим средством патчи. Что касается самого средства, густая гелевая текстура, которая хорошо обволакивает ткань, с приятным ароматом кокосовой воды. Ну а по действию охладила, увлажнила, осветлила, тонизировала, сняла усталость, да, вообще взгляд посветлел. В общем, в плане действия это восторг и это, кстати, уже не первая моя покупка, поэтому и в дальнейшем планирую возвращаться. Хотя, да, хотя одна претензия есть. Дальше вот такие тканевые патчи, восстанавливающие с... С чем? С пробиотиками, да? Миллион пробиотиков. Обещает разглаживать морщинки и восстанавливать защитный барьер. Вот патчи хороши. Они, опять же, из приятной тонкой ткани. Единственное, у предыдущей маски она чуть помягче. Да, но эти тоже лежат вполне комфортно. Они большие, они захватывают не только зону под глазками, но и вокруг, что тоже неплохо. Эссенция бесцветная, прозрачная, с нежным косметическим ароматом и ее здесь в достаточном количестве. Ну, а по действию увлажнили, смягчили, чуть подтянули и осветлили. В целом, хорошие. Маска альгинатная. Одна единственная, которая была, это Libriderm. Сироцин. Сиборегулирующая для комбинированной жирной кожи, склонная к появлению акне с серой и цинком. Представляет из себя мелкий порошок, такого оранжевого интересного цвета и с довольно специфическим запахом, потому что ощущается присутствие серой. Кто знает, тот поймет, этот запах нельзя назвать приятным. Поначалу у нас все было замечательно, все легко смешивалось, в плане пропорций все точно указано. И наносилось легко только в какой-то момент, буквально доля секунды, и все пошло не так. Мне оставалось нанести еще на одну щеку, и маска начала резко густеть. И все, и дальше она уже перестала ложиться, уже какими-то, простите, лепешками. Кое-как я ее нанесла. Но могу похвалить за работу. Она выровняла тон, она осветлила, она заматировала, действительно убрала лишний севу, и она сделала менее заметными воспаления. Некоторые воспаления стали сходить на нет, и за это, безусловно, ее стоит похвалить. Из-за вот этих нюансов, да, конечно же, она не снялась одним пластом. Сами понимаете, когда я ее наносила под конец, а бы как. Да, ну, в целом, даже если какие-то остатки были по контуру лица, они убирались очень легко. В этом плане тоже хорошо. Вот, но если у вас такая маска есть, то просто предупреждаю, с ней нужно быть максимально быстро, да, не мешкать. Вот, я же из-за вот этих косяков, пожалуй, брать ее больше не буду, хотя действие хорошее. Маски в сошетках. Все производства Крым. Здесь у меня целая россыпь. Ну, во-первых, Экотаврида. Беру я подобные масочки, винные, не первый раз. Всегда я очень довольна. Единственное, есть момент, это сроки годности. Вот, все, что мне удалось взять, все с горящими сроками, октябрь месяц, ноябрь месяц, поэтому я, конечно, сейчас тороплюсь их использовать. Итак, савиньон тонизирующая, регулирует секрецию сальных желез, осветляет, подтягивает, матирует, сужает поры, подходит для всех типов кожи. По консистенции, эта кремовая маска не совсем однородная, чувствуется присутствие мелких частиц, таких как песочек, пахнет зеленым виноградом. По мере нанесения маска начинает припекать. По действию, когда смываем, получаем за счет вот этих частиц пилинг эффект. Хорошо осветлила, хорошо выровняла тон, тонизировала, сняла небольшую отечность с утра, да, и также мотировала и освежила. Следующая маска увлажняющая, Каберне. Увлажняет, препятствует потере влаги, повышает эластичность кожи, защищает от свободных радикалов, подходит для всех типов кожи. По консистенции, один в один, да, кремовая насыщенная текстура с ощущением вот этих мелких частиц, как песочек, которые потом нам дадут пилинг эффект. Тонкий аромат красного вина. По действию, увлажнила, выровняла тон, тонизировала, немного подтянула. Да, кстати, так же, как и предыдущая, по мере нанесения начинает немного припекать. Ну, это такая частая история для крыльских масок. Следующая маска, это Дары Крыма, освежающая, тоже взяла повторно, с экстрактом мяты и ромашки. Хватило мне вот этой сошетки на два раза, здесь много, здесь целых 15 грамм. Мягкая кремовая текстура с запахом ромашки и мяты. По действию, есть небольшой холодящий эффект, по мере того, как мы маску наносим. Увлажнила, освежила, выровняла тон. И три масочки от Царства ароматов. Тоже, по-моему, все повторные, только вот эту я брала впервые. Кстати, она мне понравилась, наверное, больше всего. Это гранат-грейпфрут с фруктовой пастой и оливковым маслом, эффектом омоложения и очищения. Крем-гелевая текстура, неоднородная. Действительно, есть ощущение присутствия не скрабирующих частиц, как у экотаврида, а вот, правда, как паста какая-то. Я не знаю, что-то помяли, да, что-то добавили. Также есть припекающий эффект, очень яркий, насыщенный, цитрусовый аромат, даже где-то с горчинкой. Маска очень хорошо осветлила, тонизировала, подтянула, убрала небольшую отечность. В общем, замечательно. И, конечно, удовольствие во время использования. Примерно то же самое, что по действию, что по аромату. Это у нас уже серия живые маски для комбинированной кожи с пастой яблок, экстрактом ростков ячменя и эфирными маслами. Подходит для комбинированной кожи. Крем-гелевая текстура, неоднородная, немного припекает. В аромате у нас не яблочки, в аромате цитрусы. В общем, я смотрела, это, по-моему, лимон, лимонное масло. Также еще присутствует запах лаванды. Припекает, немного тонизирует, хорошо освежает, осветляет, убирает отечность, подтягивает. Да, и еще матирует. И еще одна маска. Это уже фруктовая линейка лайм и вишня с белой глиной и витаминами для жирной кожи. Сужает поры, очищает, устраняет жирный блеск. Вот это по консистенции несколько отличается. Она более однородная, кремовая. Чувствуется аромат больше лайма, чем вишни. Она хорошо матирует, выравнивает цвет лица. Ну и немного тонизирует. Тоже очень неплохая. Маски тканевые. Давайте начнем с ширины. Есть у меня вот такое трио новогоднее. Можно было, конечно, до Нового года дождать. Но у меня время не терпело в плане сроков годности. Поэтому использовала, получается, где-то в конце мая, наверное, начале июня. Значит, одна из масок идет с лифтинг эффектом, вторая увлажняющая и третья питательная. Маска. Сама ткань средней плотности. Покажу. Лекала удобная. Сидит она весьма комфортно. Эссенция бесцветная, прозрачная, нейтральная по аромату и оптимальная в плане количества. Вы знаете, все, что я говорю, это относится ко всем маскам. Не важно, какая она питательная, увлажняющая, либо же лифтинг. И по действию, собственно, то же самое. Хорошо увлажнила, освежила, выровняла тон. Я такие масочки называю. Такая повседневная рабочая лошадка. С утра сделал и подготовил неплохо кожу к дальнейшему нанесению ухода. А вот следующая маска от Ширея, это совсем другое дело. Это уже у нас линейка глиняных масочек. И это у меня голубая глина с увлажняющим и смягчающим эффектом. Здесь у нас ткань очень плотная, я бы сказала грубая. Но это необходимость, потому что она выступает как каркас для вот этой глиняной эмульсии. Комфортная и несмотря на жесткость самой ткани, сидит она очень удобно, как влитая. Что касается эссенции. Как я уже сказала, это глиняная эмульсия голубого оттенка с нейтральным ароматом. Действие у маски просто шикарное. Да, забыла сказать, когда мы маску снимаем, то на коже остается такая подсохшая глиняная пленочка. Ну, бояться ее не надо, она очень легко смывается. Ну, а по действию увлажнила, очистила, на некоторое время заматировала. Также кожа стала более плотная, более упругая и более нежная на ощупь. Ну, и также очень хорошо выровняла тон. Отлично. Я беру уже такую маску не в первый раз. Многое попробовала из этой глиняной линейки и практически все понравилось. Далее маски от фитокосметик. Давайте начнем с вот такой. Это у нас серия Цитрус Пауэр. Маска омоложения. Мгновенно обновляет кожу, придает гладкость, продлевает молодость, содержит тройную порцию витамина С, энзимы кими, морской коллаген и коэнзим кудей. То, что касается маски, здесь, как всегда, все ужасно. Ткань дешевая, ткань грубая, также грубая, неудобная лекала, как видите, подрывала в нескольких местах, чтобы это все лежало на лице более-менее и не отваливалось. Что касается эссенции, она кремгелевая, белесая, ее достаточное количество и она обладает очень приятным, таким кисленьким ароматом киви. По действию увлажнила, уплотнила, подтянула по контуру и также очень хорошо выровняла тон. В плане действия здесь придраться практически не к чему. Следующая также фитокосметик, но это у нас уже серия народные рецепты. Огуречное, глубокое увлажнение и свежесть беру далеко не первый раз и думаю, опять же, буду брать в дальнейшем, несмотря на все недостатки. А недостатки, ну не буду уже доставать, здесь такие же в плане самой маски, ткань грубая, лекала абы какое, необходимо подрывать. Что касается эссенции, она гелевая такая, зеленоватая, очень приятно пахнет огурчиком. Ну а по действию освежает, очень хорошо увлажняет, выравнивает тон. В общем, все прекрасно, ну такая стабильная история для фитокосметик в плане оформления, в плане масок абы как, но эссенции у них действительно очень хорошие и рабочие. Конечно, хотелось бы, чтобы они исправили недостатки, о которых лично я отвержу уже не знаю какое количество времени, лет, наверное, 5. Но нет, они не хотят, видимо, для того, чтобы не увеличивать стоимость. Далее, две масочки отопью, вот такая вот морозная серия. Одна из них морозный арбуз, а вторая морозный цитрус. И брала я их, кстати, с собой на юг, вот в плане того, чтобы успокаивать кожу, на которую лег загар, замечательное средство. Ну, давайте покажу маску морозный арбуз. Это очень тонкая, нежная, легкая ткань. Единственное, как по мне, лекала. Мелковата, а так все замечательно. Эссенция. Бесцветная, прозрачная, достаточно большое количество с нежным ароматом арбуза. По действию охладила, увлажнила, освежила, выровняла тон и немного осветлила. Что касается цитруса, здесь все то же самое в плане самой маски. То же самое в плане эссенции. Единственное, отличается аромат. Это такой цитрусовый микс, как будто смешали грейпфрут, апельсин и лимон. По действию увлажнила, тонизировала, осветлила и выровняла тон. Замечательно. Две маски от Fanny Organics. Тоже такая охлаждающая серия. Это у нас айскрим маск. Одна из них идет с черникой, а вторая с клубникой и мятой. Что касается самой маски. Fanny Organics здесь меня удивили. Вот сколько я брала. Это обычная история для фитокосметик, но никак не для Fanny Organics. Ткань нежная, но в то же время чувствуется, что она очень дешевая. Особенно, когда мокрая. Она вся разъезжается, расползается. Очень широкая и неудобная лекала. Как видите, пришлось подрывать. Опять же, это нормальная история для фитокосметик, но никак Fanny Organics. Это ниточка над губой, которую тоже пришлось укладывать, чтобы она более-менее хорошо лежала и нигде ничего не отваливалось. Эссенция бесцветная, прозрачная, гелевая. В аромате преобладает запах черники. По действию увлажнила, освежила, осветлила, выровняла тон, тонизировала, сняла небольшую отечность с утра. Все хорошо, здесь претензий не имею. Что же касается маски с клубникой, здесь все то же самое в плане маски, в плане эссенции. Единственное, в аромате преобладает именно ментол. Не клубника, а ментол. Ну, а по действию охладила, тонизировала, освежила. Здесь все замечательно. Еще одна масочка от Fanny Organics мне попадается. Это уже серия Fresh Detox Smoothie с ананасом, манго и имбирем. Также лифтинг эффекта в обещаниях. Значит, здесь уже как раз ткань более-менее нормальная, да, средней плотности особо не распадается. В плане лекала тоже все замечательное, как видите, ничего не подрывало. Что касается эссенции. Гелевая, бесцветная, прозрачная, с очень ярким ароматом ананаса и манго. Вкусно и приятно во время использования. По действию хорошо увлажнила, освежила, выровняла тон, немного подтянула овал лица. Я осталась довольна. Следующая маска, по-моему, называется 5 Secure с экстрактом черники. Что касается самой маски. Ткань такая грубоватая, но не очень плотная. Лекала широковата. Вот здесь прям заходит на линию роста волос. Что касается эссенции. Она бесцветная, прозрачная, гелевая, с ярким ароматом черники и даже чувствуются сливочные нотки. Я такая, о, классно. Но радость моя была недолгой. Буквально через 1-2 минуты после наложения маски, лицо под маской начало почесываться. Я так что-то идет не так. Не стала держать, как обычно. Я это делаю, там, минут 15-20. Может быть, минут 5-10 от силы прошло. В общем, маску я сняла. Но даже после того, как я умылась, все равно моя кожа какое-то время испытывала дискомфорт. То есть, скорее всего, пошла какая-то аллергическая реакция, либо же раздражение. И поэтому данную маску я категорически не рекомендую. Теперь давайте маску, которую я хочу похвалить. Ну, во-первых, Farmstay. Маска с персиком. К сожалению, сама маска не сохранилась. Ткань средней плотности. Вполне удобная и комфортная лекала. Что касается эссенции. Бесцветная, прозрачная, гелевая, с очень приятным ароматом персика и ее достаточным количеством. По действию увлажнила, освежила, выровняла тон. В общем, как и в случае с Шири, маска, которую я показывала, самая первая. Это такая хорошая рабочая лошадка на каждый день. И плюсом еще приятный аромат. Также очень понравились две маски от Arjana. Они хорошо представлены в золотом яблоке. Одна из них была увлажняющая, а вторая питательная. Но, если честно, особой разницы не увидела. Что касается самой маски. Ткань нежная. Ткань достаточно тонкая. Лекала комфортная. Она хорошо лежит. С ней удобно. В том числе передвигаться, перемещаться по квартире. Сейчас покажу. В общем, выглядит следующим образом. Сама эссенция. Она гелевая. И отличительная черта от всех масок, которые я показала. Она очень густая. Она какая-то обволакивающая. Она обволакивает маску. Она обволакивает лицо. По аромату нейтрально. Обе маски. Ну, а по действию очень хорошо увлажняет. Прям шикарно. Хорошо выравнивает тон. Немного осветляет. И немного подтягивает овал лица. Мне очень понравилось. Если, пожалуй, буду в золотом яблоке, прикуплю еще хотя бы парочку. Закончить с масками придется все-таки на минорной ноте. Разочарование небольшое. Но все-таки оно есть. Это Эль Саник. Их серия. Новая Herb Aroma Story. Очень красивое в оформлении. Обещает нам релаксирующий эффект. Ароматерапевтический эффект. И здесь у меня была маска с нероли. К сожалению, не сохранила я саму маску. Поэтому придется вам поверить мне на слово. Ткань средней плотности. Что касается лекала. Как по мне, она не совсем удобная. Потому что мелковатые сами прорези. И плюс еще ко всему. Излишки ткани по ширине. И я бы лучше ее отправила в длину. В длину мне ее не хватило. Но это бог с ним. Что касается самой эссенции. Она гелевая, прозрачная. Очень густая. По густоте можно сравнить с предыдущими двумя масками. Которые я похвалила от Arjana. Аромат яркий, насыщенный. Действительно нероли. Но самое главное это то, как маска работает. Для меня здесь загадка. Ну увлажнила допустим. На часок, на два. А дальше. Ну вот даже то, что касается тона. Она особо не осветлила. Не выровняла. Такое ощущение. Ну была и была. Я получила удовольствие от использования. Да, красиво оформлено. Да, приятно пахнет. И собственно на этом все. Ну возможно стоит попробовать другие маски из этой серии. Тогда уже точно сделать вывод. Пока еще вот после одной маски у меня какие-то смутные впечатления. А я сразу скажу. Приобрела уже целый набор. Там по-моему 10 масок. Вот. Поэтому конечно и немного расстроилась из-за такого смазанного эффекта. Ну и остается мне вам показать небольшое количество декоративных средств. Какие-то закончила, какие-то выбрасываю. Во-первых выбрасываю загустевший лак от лук. С крупным глиттером. Можно было использовать соло. Можно было поверх цветного лака. Чтобы украсить. Либо же скрасить какие-то дефекты маникюра. Например, там если что-то где-то смялось. В этом плане он был неплох. Ну видите, вот полфлакончика. И все превратился буквально в кашу. Ну вот он уже кусочками тянется. А так вообще лак неплохой. Затем выбрасываю помаду от Стеллари. Оттеночек табака. Второй, по-моему, это была лимитка какая-то. Вот такой оттенок. Причина банальная и проста. Вообще сама по себе помада-то неплохая. Плотное такое нанесение. Хороший оттенок. Ягодный, который мне подходит. Ягод для ловы. Запах испортился. Если запах портится, то я уже с помадой не церемонюсь. И сразу выбрасываю. Тональное средство от Доктор Пьер Рико. Закончилась у меня баночка. Почти тут чуть-чуть осталось. Но я не вижу смысла дальше это все выковыривать, держать. Густой. По консистенции. Работать можно только с помощью спонжа. Пальчиками будет однозначно забиваться в поры. Аромат так себе. По большому счету нейтральный. Очень плотный. Очень тяжелый. И при этом при всем плохо маскирует какие-то недостатки. Если постакне. Если воспаление. То не перекрывает. Нужно дополнительно использовать какое-то средство. И это странно. Потому что продукт очень насыщенный и плотный по консистенции. Также не понравился оттенок. Уж как я не старалась под себя его подобрать. Все-таки он желтит. И желтит кожу ощутимо. Поэтому в целом не очень понравился. И плюс мне еще показалось. Под конец использования стал обладать комедогенным эффектом. Я вообще больше люблю. Все-таки пришла к выводу не в баночках тональные средства. А именно в тюбиках. Чтобы как можно меньше продукт контактировал с окружающей средой. Что понравилось? А понравилась мне пудра транспарентная от Герлен. Именно с ней я поняла. Что все-таки имеет смысл приобретать. Такую стационарную домашнюю рассыпчатую пудру. Именно из сегмента лакшери. Потому что вот сколько я пробовала. Это она более нежная по текстуре. Очень мелкодисперсная. Шелковистая. Хорошо выравнивает текстуру кожи. Никуда не заваливается. Не западает. С ней удобно работать. И плюс ко всему еще она имеет очень приятный аромат. Вот поэтому сейчас использую крымскую дом природы. Минеральную. Да, она хорошо матирует. Эта тоже хорошо матирует. Но вот чувствуется, что она грубее. Хочу закончить и дальше опять вернуться. И в этом плане приобрести. Ну если не Герлен. То тоже что-то из люксового сегмента. Ну и одна пустышка у меня ароматическая. Это все уже голоса хрип. Сцент Фомен от Эйвен. Аромат Фрэш Цитрус. Была у них такая серия. Может быть даже сейчас есть. Моноароматы, которые можно миксовать между собой. Там был древесный, цитрусовый. По-моему еще морской. Еще по-моему что-то они выпускали. Я взяла цитрусовый и древесный. Да, какое-то время у меня сын баловался и миксовал. Потом ему все это дело надоело. И он использовал их по отдельности. Цитрусовый микс. Там лайм, лимон, грибфрут. Что-то в этом духе. Монотонный. Особо без раскрытий. Понятное дело сейчас у нас достаточно большое количество ароматов. И унисекс. И своих мужчин. И мужских просто ароматов, которые я приобретаю в люксовом сегменте. Они более интересные, более многогранные в раскрытии. И ни в какое сравнение не идут. Поэтому в плане стойкости, в плане пирамидки мне здесь даже останавливаться. Не хочется. Просто закрываем эту тему. Всем огромное спасибо, кто был со мной. Извините, вот конец. Просто заживало и голос, и мысли. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Пока и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok